Всем привет! Это Таня Матанья на канале Позитивная идея. Я сегодня буду чистить свои фасады. Для вас я решила сделать в таком формате. В формате, чем же лучше чистить. Потому что у меня разные средства есть. Иногда я этим и этим могу пользоваться. Так вот, чем же лучше? Потому что матовый фасад, он требует конечно особой уборки. Просто другое. Глянцевая это своя уборка, матовая это своя. Я не хотела глянцевый фасад, потому что я не люблю пятна. На матовом меньше все видно, но тем не менее за ним тоже нужен уход, чтобы не было разводов. То есть на нем нужно вот эти разводы убирать. Поэтому я сейчас покажу. У меня будет небольшое соревнование. И чем же я буду чистить? У меня разделено на несколько зон. Вот у меня три наверху. Я думаю, что вот каждую зону я отдельно почищу и покажу вам разницу. Какое средство лучше? Чем же я буду чистить? Первое это горчица. Я не люблю соду. Вы знаете, у меня как раз напротив окна находятся фасады. И когда солнце падает, вот сразу видно, что почищены соды. Соды можно протирать вот у меня, вот в боем случае, нижние фасады. Вот я внизу могу содочкой почистить и просто могу протерять. Почему? Потому что там не падает так солнце. И если остались какие-то разводы, мне их не видно. Да, вот такое преимущество. Но здесь прям я всегда вижу, вот если я что-то чуть-чуть, какое-то пятнышко недочистила, небольшое солнце, и сразу пошли блики, и я все отлично вижу. Поэтому, да, можно чистить соды, но вы до конца соду всегда не смываете. Просто, если вы такая придирчивая, вы это увидите. Вот горчицу лучше снимают. Она обезжиривает лучше, пусть у нее гладкая поверхность. Либо я смесь делаю соды и горчицы. Второе средство, такое универсальное, я уже давно показывала, я его люблю. То есть все поверхности хорошо им чистить. И в том числе вот такие вот матовые поверхности. Ну вот я эти средства люблю, я их уже много раз показывала, они не очень дорогие. И я обычно как-то вот в такой, в доступе где-то в магазинах беру. Но я на озоне видела, если что-то кому-то нужно, я ссылочку оставлю. Следующее, это я буду чистить вот таким салфетками. То есть я прям небольшими частями, квадратиками, чтобы вы увидели результат. Есть специальные салфетки для кухни, да, какие-то вот такие, такого плана. Я их не люблю. Я их не люблю. Они слишком ароматизированы, не знаю для чего. И вот они как-то вот не так очищают. Салфетки для мониторов очищают поверхность вот эту намного лучше. Я сейчас вам это продемонстрирую. И третье, чем я буду чистить, это вот такая губка меланиновая, уже тоже она вошла в обиход. Вот покажу какие-то особенности, небольшие свои хитрости в процессе чистки. Ну что, мои хорошие, начнем. То есть видите, вот такие вот какие-то разводы, пятнышки. Особенно вот они, вот начинаются, видите, да, вот пятнышки. Вот такие вот пятнышки, они под определенным углом начинают все время пробираться. Так, но нам нужно какие-то все-таки зафиксировать, чтобы камера увидела. Вот пятнышка, видите, да, то есть вот, вот видите, вот так. Ну вот, будем с ним бороться. Я не знаю, как мне снимать, но попробуем, потому что когда я удаляюсь, то на них не фокусируется. Вот видите, это разводы, да. То есть я, ну просто в ходе там, просто брала тряпочку, протерла. И фактически, видите, я только разводы сделала. Так что давайте приступим вот эти, ага, вот, при ближайшем рассмотрении все вы увидите. Первый начнем вот этот фасад и начнем мы с химии. Для этого у меня вот такая вот тряпочка, обыкновенная губка, абразивная. Ничего она не корябывает фасады, кто-то будет ей написать. И попробуем наносить средство. Так, и его мы будем сейчас сразу вот так вот снизу, чтобы у нас лишнее не стекало. Так, ну вот видите, значит, первое, что при таком средстве. Вы его должны нанести, да? Правильно, вы его нанесли. Немножко подождем, прям совсем чуть-чуть мы подождем. Дальше, ой, не знаю, насколько меня видно. Самый загрязненный. Оттирать. И вот как раз грязь пошла стекать. Почему нужна абразивная? Потому что у меня иногда, знаете, бывают как шишечки такие вот за эти самые. Вот они убираются. Но, в принципе, вот я этой стороной губкой и средство сразу высыхает. Сразу высыхает. Все. Вот оно высохло. Все. То есть я насухо оставляю. Вот оно дальше высыхает. Пока оно сохнет, мы вторую часть сейчас потестим. То есть я сейчас делаю без предварительных. Я беру салфетку. Вот. Сейчас вот эту вот чистящую. И пройдусь. То есть, ну вот, чтобы столько же времени потрачивать на вот эту часть. Приступаем к третьей части. Буду ее чистить горчицей. Для этого уже мне нужно будет смочить губку. Смочила губку. И эту часть буду уже чистить. Она, кстати, у меня самая почему-то загрязненная. Не знаю почему. Но... Тем не менее. Дальше. Только движением вниз. Чтобы все стекало. Так. Дальше. Теперь я беру сухую тряпку. Потому что я пользуюсь водой. Оно само не высохнет. Если высохнет сразу водой. И стараюсь максимально все протереть. Очистилась. Ждем, чтобы высохла. И вот когда она чуть вот подсыхает. Вот. Ну вот. Прям видите. Подсыхает. Вот эту вот небольшую слабу. Мы ее так. Чтобы не было разводов уже. Чтобы уже не было разводов. Ну что. Сравниваем результаты. Первый результат. Абсолютно много разводов. Не знаю, как их показать. Они такие мелкие. Ну, в общем, вот здесь вот так вот. Сплошные разводы. Я сейчас нанесу еще раз. И протру уже вот такой тряпкой. Так. Потекло, потекло. Потекло. Потекло, потекло. Так. Его мало нанести не получается. Какой-то дозатор слишком сильный. Он сейчас чуть-чуть подсыхает. И мы начнем натирать. Оно, в принципе, запах не сильный. Подсыхает очень быстро. Ну, давайте попробуем. Вот так. Уже. Почище. Ну, все, конечно. Второй раз проходишь. И уже другой тряпкой. Все. Меня все устраивает. Устраивает. Все. На глазах, конечно, все уже по-другому. Сменила тряпочку. Видите? Все имеет значение. То есть вот традиционно мыть губкой хуже. Так, кстати говоря, это у меня фикс-прайсовские вот эти тряпки. Они вот очень хорошо мне нравятся для уборки. У меня оставляет разводов. И вот я сейчас стою, под каким-то углом смотрю. Под углом смотрю. Так. И все-таки мне горчица нравится больше всего. Так. Ну, а здесь. Здесь меня все устраивает. Абсолютно все. Чуть-чуть, если я сейчас... Здесь меня все устраивает. Если я сейчас придирчивее, конечно, пятнышки найду, то, конечно, я их дотру. Здесь меня в меньшей степени все-таки устраивает, потому что вот остались пятнышки. Глаза сломаешь. Ну, в общем, вот. Видите? Вот такие вот засаленности. Чуть-чуть остались. Это означает, что мне нужно домывать. Но горчица меня в большей степени тоже устраивает. Более дешевый вариант. Более экологичный. Не химия. Так. Ну что. Я сейчас вот это буду дотирать меламиновой губкой. И тоже... Ну, в принципе, я ее чаще всего... Так как я несколько срезки стираю, то сейчас вот то, что у меня там не очистилось, я меламиновой губкой ее слегка увлажняю совсем немножко. И вот эти вот зоны протираю. Да? Все-таки хорошее изобретение, хотя начинают сейчас вот... Есть хорошие, есть плохие, есть которые там очищают, есть которые не очищают. Вот. Ну, посмотрим. Видите, вот сразу она стала грязной. Это означает, что у меня она не дотерлась. Вот. А здесь уже нормально. Здесь уже она становится не грязной. То есть вот она как-то есть здесь загрязнилость. Она у меня и взяла. Кстати говоря, давайте проведем тест. Вот видите. Вот здесь вот я как тру, так и она загрязняется. Хорошо, что они белые, да, такие как раз вещи позволяют. А давайте пройдем по этому фасаду, вот другой стороной, чтобы понять, дочистилось у меня или нет. Да? Давайте протестируем. Угу. Потому что иногда чистота была отведена. Согласитесь. Так. Вверх. Темнеет. Видите? То есть мне показалось, что я все помыла. И, посмотрите, пена. Да? То есть вот оно испарилось, а оно, оказывается, еще здесь осталось. Вот так. То есть... О, смотрите, сколько я пены еще от средства. Видите? Сгребаю. То есть меламиновой губкой. Это хорошее для тестирования. Сейчас я ее промою. Выжму. Вот она опять стала у меня беленькой после промывки. А с этой стороны не стала беленькой. То есть с этой стороны я смывала грязь, а с этой пену. Понимаете? Поэтому с этой чисто, но остатки пены. А здесь я именно грязь бы ударила. Вот сколько... Вот, смотрите. Вот. Вот как раз вам и аргумент. Чистить так или нет. Что в любом случае от химии остаются остатки. Да? Так. Ну что, для чистоты эксперимента теперь... И здесь тоже нужно пройтись. Так. Наверху. Потемнело. То есть остатки горчицы тоже здесь остались. Так. Ну, терпимо. Вот так вот. Ну, сейчас посмотрим, как оно высохнет после губки. Будут ли разные. Вот у меня уже чуть-чуть подсыхает. Если я сейчас так оставлю, то у меня останутся пятна. Поэтому я вот эту вот подсыхающую часть сухой губкой пройдусь. Иначе вот прям будут границы. И потом их сложно убрать. Да? Вот это вот. Это бы скрип. Ну уж простите меня. Вот. Не то, что она скрипит. Всё. Она чистая. Сама. Видите? Но нужно было замыть. Границы. Иначе останутся досушить. Иначе останутся разводы. Всё. Что я могу сказать? Вот. У меня никогда не получается в одноэтапно и одним средством. Я всё время что-то комбинирую. То есть, если я помыла, я потом, допустим, если у меня есть салфетки, я салфетками дотираю вот эти вот пятнышки там, где не домыло средство. Если у меня и меламиновая губка иногда не берёт, усиленные загрязнения, я их подчищу. А меламиновая губка вот этой губкой, значит, уже доработаю. Но, что я хочу сказать. Вот вы видели. Вот средством чистить проще. То есть, прыг-брыг быстро протёр. То есть, для такой еженедельной уборки она очень даже хороша. Горчица очень дёшевая. И на самом деле результат точно такой же. И ещё плюс экологичность. Салфетки, они отлично тоже всё чистят. То есть, называется, выбирай, но осторожно. Но губка всё-таки, все погрешности, которые у вас оставляют другие средства, вот губкой всё-таки убирается. И так я низ начинаю чистить, потому что у меня нижние фасады. Они больно у меня грязнятся. И уже одной губкой там я не обхожусь. Потому что я готовлю, у меня вот эта вот зона самая грязная. Потому что здесь мою посуду, что-то стекает. Здесь я что-то там режу. И готовлю, когда у меня на фасад попадает мурсерное ведро у меня в этой зоне. То есть, вот эта зона самая грязная. И я к ней приступаю. Внутри тоже мы, конечно, всё протрем. Обычно я, начиная именно отсюда, просто для съёмок я немножко последовательность поменяла. Потому что сначала нужно помыть внутри, чтобы всё, что вы согнали в это, вот здесь всё равно будете задевать. И потом придётся ещё заново мыть. Уже окончательно лучше мыть внешний фасад. Прежде чем я к низу перейду, конечно же, окна. Вот стёкла, стёклы, у меня нет альтернативы этой губке. Вот матовые стёкла, только губкой. Только губкой. Влажные сначала, а потом насухо вытираешь и натираешь. Видите, от духовки, от плиты летит. У меня здесь плита рядом. И вот в таких вот мелких масляных закапываниях, посмотрите, видите, сразу же стало грязной. Ну ничего, всё отмоем до такой степени, что губка будет беленькая у нас. Опять добралась до ящичков. Недавно я вам показывала, как я там организовывала хранение. Вот теперь уборка. Мою я их часто. Причиной даже у меня не сколько из-за того, что я готовлю, а в большей степени, что у меня там мёд. И мой ребёнок, я не знаю, как он это делает, он всё время вот с этими заляпанными руками хватает, и на неё, на это сразу грязь садится. Поэтому я сейчас буду в два этапа это делать. То есть я сначала сделаю предварительную очистку прям вот губкой прям, потому что здесь сладость-сладость. Потому что меламиновые губки мне жалко, они быстро забиваются. Вот, ну жалко мне, они дороже стоят, чем вот эти, и как-то они мне больше нужны. Поэтому я сейчас предварительно сначала всю грязь убираю, а уже потом, уже потом суп с котом. Как-то я не на полную голову вам помещаюсь. Сижу я неудобно из-за того, что камера, чтобы снимать. Получается, я буду к вам спиной. Ничего, что я к вам спиной. Ну, знаете, как там весело снимать с камерой. Можно болтать, как-нибудь сам с собой разговариваешь, да, в это время. Ну, вот, но зато, вот, видите, как хорошо. Все-таки я люблю. Вот оно сейчас высохло. Сейчас еще одну хитрость покажу. Почему я не брызгаю на тряпку, на губку. Вот смотрите, вот я сейчас набрызгаю, ну и начинаю, например, тереть. Вот видите, в таком виде сразу пена. Вот мне это не нравится. Поэтому, вот видите, какое-то белое, вот то же самое средство. Но побрызгала на губку. Все. И мне эта пена не нравится, вы понимаете? Кстати говоря, у меня уже не белая какая-то. Нужно почистить губку. Сейчас я покажу, как я чищу губку. Когда она засорилась, то есть здесь очень много и масла, я говорю, и мед вот у меня. И поэтому надо сейчас там ее почистить, а то мы уже больше пачкаем ей, чем чистим. Это происходит очень часто. То есть вы только начинаете мыть. Так, промыли водой. Это происходит очень часто, то есть набивается губка. Поэтому берем, если есть какой-то вот такой вот ворсистый. И вот так грязь изнутри. Потому что простое промывание очень часто мало. Вот попробуйте так, и вы увидите, что вы увеличиваете срок службы. Особенно, особенно, если здесь прям потемнение, знаете, то есть, ну, видно там жир, грязь. У меня, кстати, она сейчас не очень. Не усердствуйте, чтобы нужно совсем не взъерошить. Ну вот, относительно чистая. Пойдем продолжать ей чистить. Я, кстати говоря, всегда забываю вот здесь вот чистить. То есть вот эта вот часть, когда сюда скапливают, ну, падают капли, она очень коварная. Потому что и фасады помоешь, и столешницу сверху протрешь. А вот здесь тоже очень часто все накапливается. И я забываю протирать, честно говоря. Честно говоря. Ну вот сейчас, я недавно здесь очищала. Поэтому сейчас здесь более-менее чисто. Ну что, начнем. Я, кстати говоря, могу ошибочно называть. У нас столько новых названий появилось, что мы должны их помнить. Я все время неправильно называю. Меланиновая, меламимовая, меламимовая. В общем, я этим словом что угодно могу сотворить. Я недавно в видео оговорилась, назвала... Сельдерей называла спаржей. Тут я недавно оговорилась в видео. Ну вот бывают оговорки. Но вот это не оговорка. Это вот я реально, реально не люблю это название. И все время его коверкаю. Ну смешная я. Ну что ж теперь. Губка и губка. Вот губка простое название никак не сковеркается. Всем пока фасады я помыла. Свои хитрости какие-то показала. Надеюсь, что я вас вдохновила. И вы тоже сейчас займетесь такой вот уборочкой. И может быть я вам подсказала какие-то идеи. Пишите, чем вам нравится чистить фасад. Если он у вас матовый. Может быть вы свои какие-то нашли хитрости. Как часто вы это делаете. Я вот по мере загрязнения. Я не делаю это каждый день. Потому что если делаешь каждый день. То не хватает достаточного времени для натирания. Потому что просто протрешь. Остается какая-то вот затертость. Ну, какие-то остаются разводы. Меня это не устраивает. Поэтому я потерплю лучше. Но возьмусь и капитально начну это очищать. Вот в вашем случае. Я не знаю. Если бы я следующую кухню покупала. Взяла бы я другую. Потому что мне все-таки нравится деревянный фасад. Да мне кажется за ними самый простой уход. Но это пока не попробуешь. Можно жить в иллюзии. Глянцевый фасад однозначно нет. В принципе я своим матовым фасадом довольна. Вот нашла просто какие-то способы. Как за ним ухаживать. И в принципе вот все те средства. Которые я сегодня показывала. Я ими всеми пользуюсь. Ну, просто в разный момент. Под разное настроение. В разное время. Для разных видов загрязнений. Всем пока. Это не мотание. Пишите в комментарии. Как вы чистите. Занимаетесь ли вы сейчас весенней уборкой. А я продолжаю чистить. Потому что мне нужно сейчас микроволновку привести в порядок. Ну, то есть моя уборка продолжается. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok